Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жубкаев. Итоги дня в сегодняшнем выпуске Вести. И вот о чем расскажем. Как обезопасить себя и свои сбережения от злоумышленников, этой актуальной теме была посвящена пресс-конференция МВД по Карачаевой Черкесии. Это место станет центром духовной и культурной жизни для сотни верующих. В Карачаевске канун мусульманского праздника Ураза-Байрам открылась мечеть. Сегодня очень важно сохранять семейные ценности и традиции. В Республиканском перинатальном центре устроили большой праздник для будущих мам. Карачаева, Черкесия, в лицах и судьба, глазами и фотоаппаратом человека с удивительной судьбой. Андрея Смольникова. Дистанционные мошенники продолжают охоту на доверчивых граждан. Этой проблеме была посвящена пресс-конференция Республиканского Министерства внутренних дел. Десятки сообщений о дистанционных мошенничествах продолжают поступать в полицию ежедневно. Как обезопасить себя и свои сбережения от мошенников узнавала Мадина Каракетова. Злоумышленники могут представляться кем угодно. Попавшим в беду родственникам, сотовым операторам, сотрудникам банка, полиции, представителями МФЦ, продавцами удобрений и так далее. Действуют мошенники не только по телефону, но и через сеть интернет. Жительница Черкеска Марине, имя героини мы изменили по ее просьбе, позвонил якобы сотрудник техподдержки портала госуслуги. И взволнованно сообщил, что ее личный кабинет пытаются заломать и необходимо принять срочные меры. И был так убедителен, рассказывает Марина. Каждое слово подкреплял документами, в том числе и от Сбербанка, в больших количествах присылаемыми в WhatsApp, что последние сомнения сошли на нет. Я в ужасе, в шоке, потому что у меня на картах детские деньги, у меня как бы все средства к существованию. Умом понимаю, что так не может быть, но я не могу остановиться, он меня просто вот атакой. Не волнуйтесь, не переживайте, это для вашей защиты, чтобы вы не ждали до понедельника, потому что будет уходить время, будут пользоваться, вам нужно закрыть все счета. То есть я сама лично, своей рукой снимаю свои деньги с банковских карт, я вношу деньги. Ежедневно в полицию поступают десятки обращений от обманутых граждан. В 2023 году только в Карачаево-Черкесии зарегистрировано 697 фактов дистанционного мошенничества. Полицейским принимаются меры по ограждению граждан от незаконного потягательства, неизвестных на их накопление. В настоящее время с различными службами МВД разработаны брошюрки, которые распределяются по всем регионам, по всем нашим городам. Мы раздаем их людям пожилого возраста, ознакомливаем каждого из них. Также ведется работа совместно с сотовыми операторами с целью оградить абонентов от звонков с поддельных и неизвестных номеров. А пока это все на стадии разработки, сотрудники полиции советуют соблюдать простые меры предосторожности. Не отправляйте свою конфиденциальную информацию. Не следуйте телефонным инструкциям незнакомых людей. Не звоните на номера, указанные в подозрительных смс. Не переводите деньги незнакомцам и не переходите по ссылкам, если не уверены в их безопасности. Мошенники в первую очередь любыми способами пытаются сбить с толку, вывести из спокойного состояния своих жертв. Поэтому необходимо понимать, на что направлены их действия и не поддаваться им. Сохранять трезвый рассудок. Также не следует предоставлять паспортные данные и данные банковских карт неизвестным. Раскрыть эти преступления крайне сложно, признаются сотрудники полиции, и многое зависит от своевременности предоставления подробной информации от потерпевшего правоохранительным органам. Мадина Каракетова, Миха Карагелян, Вести, Карачаево, Черкезия. Его благие дела продолжают жить. В Карачаевском городском округе состоялось открытие новой мечети, которая была построена силами команды КАДИ Духовного управления Мусульман Республики Ибрагима Хаджи Качиева, который ушел из жизни в 2021 году. В торжественном мероприятии приняли участие представители исполнительной и законодательной власти, духовенства и общественность. Было отмечено, что открытие мечети, которая рассчитана на более чем сотню прихожан в канун праздника Ураза Байрама, это прекрасная возможность для укрепления духовных связей в многонациональном обществе, а также для более тесного и продуктивного взаимодействия между органами госвласти и верующими традиционных конфессий. Планируется, что деятельность новой мечети будет нацелена на формирование положительных морально-нравственных качеств и возрождение традиционных ценностей у подрастающего поколения. Те, кто принял участие в строительстве, отметили почетные грамоты и медалью Духовного управления мусульман Карачаева-Черкесии. И в день открытия верующие совершили в мечети первый коллективный намаз. Власти нашего государства бережно относятся к культуре и вероисповедания. Главой Карачаева-Черкесской республики Рашидом Бориспевичем Тимрезовым основные мусульманские и православные религиозные праздники ежегодно объявляются нерабочими днями. Представители всех народов и конфессий, населяющие нашу республику, масштабно и ярко отмечают религиозные праздники, дарят подарки и угощения друг к другу. И сегодня в канун великого для всех мусульманского мира праздника Ураза-Байрам открывается Дом Аллаха. В канун праздника Ураза-Байрам в Черкесске в ресторанном комплексе Эдельвейс в 19 часов состоится республиканский праздничный ифтар от главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. Приглашаются все желающие. Сейчас прогноз погоды, а после мы расскажем о празднике для будущих мам, об уникальной фотовыставке и школьном бале. В Карачаево-Черкесии в горах местами кратковременный дождь, днем гроза, ветер восточный и 5-10 метров в секунду, порывы будут до 11-14, температура ночью плюс 2-7, в горах минус 3-2, днем 16-21, выше нуля и местами до плюс 12. В Черкесске без существенных осадков ветер восточный и 5-10 метров в секунду, порывы до 14. Температура ночью 5-7, днем 19-21 градусов тепла. Праздник до глубины души. Врачи Республиканского перинатального центра организовали праздник для будущих мам. Всероссийский день беременных отмечается с 22 года. Это особое событие. Его проводят дважды в год. На этот раз провели его в рамках года семьи. Множество положительных эмоций получили не только будущие мамочки, но и гости праздника. Зарядилась радостью от позитивного мероприятия и Альбина Ламкова. Хотела бы отметить помощь супруга. Для меня это как бы как двигатель для того, чтобы продолжать дальше выполнять поручения нашего президента и повышать рождаемость в нашей стране. Эльмира Будаева – многодетная мама. С супругом воспитывают пятерых детей, четверо мальчишек и лапочку-дочку, как в популярной фразе известного мультфильма. Ждем шестого. И для нас это большая радость. Секрет большой семьи – любовь и понимание, где главным героем служит мама, отметила заместитель министра здравоохранения Корчаева-Черкесии Тамара Кипкеева, продолжив, что очень важно сохранять семейные ценности и традиции. Преследуя эту цель, глава государства объявил 2024 год годом семьи. Я сама выходя из многодетной семьи. И когда я поступала в институт и уже встал в выбор профессии, безусловно, без всякого сомнения, я выбрала кушельство и гинекологию и 20 лет проработала в родильном отделении. Тамара Кипкеева отметила, что ни одна специальность не приносит столько радости. Рождение ребенка – чудо. Этот момент ни с чем не сравним. Многие женщины, ощущая поддержку, становятся многодетными мамами. Их пригласили на праздник. Некоторые воспитывают по 11 детей. Это тяжелый труд, отметили врачи Республиканского перинатального центра. Радовали на мероприятии не только будущих мам, но и их детей. Им предоставили возможность перевоплотиться в удивительный образ или любимого героя, разрисовав красками их лица. Будущие мамы приняли участие в беспроигрышной лотерее. Им вручили полезные подарки. Ну а самым волнительным моментом торжества для всех стало объявление пола ребенка. До этого момента женщины прошли УЗИ. Результат сообщили на празднике. Положительные эмоции при беременности очень нужны. Этот праздник подарил их в большом количестве. Главное, чтобы не забывали об этом в их семье. Эмоциональная связь между мамой и ребенком особая. Она зарождается с первых дней беременности. Поэтому важно уделять каждой женщине внимание в этот период. Но не забывать об этом и на протяжении всей жизни. Тогда будет крепкая и дружная семья. Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Карачаева, Черкесия в лицах и судьбах. Необычная уличная фотовыставка открылась прямо на центральном бульваре республиканской столицы. Автор Андрей Смольников выставил не просто портреты наших земляков, он смог четко передать их человеческую судьбу. Что неудивительно, он человек удивительной судьбы. В прошлом военный офицер прошел Чеченскую и защищал Тагестан от боевиков. Сейчас Андрей Смольников, фотохудожник Международной Федерации фотоискусства. Кавалер Ордена Мужества России. Белла Джозаева об истории большой любви к Кавказу, его людям и фотографии. Каждая фотография показывает, насколько горцы близки автору по духу, по менталитету и даже по характеру. Ведь он и сам вырос на Кавказе. Андрей говорит, получаю удовольствие, когда снимаю этих людей, а потом дарю им их портреты. Все снимки Андрей передает в музеи, где они хранятся в архиве с подробными описаниями, где именно сделана фотография и кто на ней изображен. Таким образом, даже через сто лет эта информация будет доступна. Такой выставки у нас еще не было. Не потому, что у нас нет героев. Героев у нас очень много. Героев с каждым днем становится все больше. Но вот именно Андрей Петрович нашел такую возможность, такой подход, такой взгляд, который не каждому фотографу вообще природой дан. И я думаю, для нашей республики, как и для многих республик, где Андрей Петрович поработал, это огромная радость, что есть такая возможность, есть такой взгляд, есть такая рука, которая это зафиксировала. Про свое увлечение фотографией Андрей вспомнил, когда ушел с военной службы и практически сразу стал снимать не для семейного альбома, а красоту Кавказа. Так продолжалось несколько лет, пока он не понял, насколько интересно снимать людей. Андрей отлично знает многих людей, которых фотографирует, со многими крепко дружит. Фотограф считает, что помимо искренней любви к своему ремеслу, для получения отличных снимков нужна насмотренность и непременно взгляд в человеческую душу. Есть такие вещи, я всегда говорю, они в душе, их невозможно как-то объяснить, про них нужно рассказать. С таким трепетом относишься, с такой вот, знаете, любовью. И много есть, чему научиться, много есть, чему поучиться, отношения и вера, почитание предков, культура, традиции, много-много всего. Это вообще моя одна из любимых тем народа Северного Кавказа. В нашем городе была выставлена маленькая часть работ Андрея Смольникова, посвященная именно нашей республике. Но каждый зритель получил неописуемое удовольствие от увиденного. Кто-то увидел здесь своих родных и близких. Также неизгладимое впечатление на присутствующих произвели портреты наших известных людей и просто шедевральные фото людей старшего поколения. А нам удалось даже встретить маленькую героиню, которую Андрей фотографировал несколько лет назад. Я помню, как меня снимали. Это было очень неожиданно. Мне очень понравилось. И вот я сегодня пришла и снова увидела свои фотографии. И я очень обрадовалась. Фотография для этого автора – это уже образ жизни. Возвращаясь из очередной поездки, перебрав отснятый материал, уже через пару недель Андрея снова тянет на новую экспедицию – снимать и еще раз снимать. А свое истинное призвание этот художник видит в фотографировании людей. И надо сказать, что это не просто снимки. Это блистательные фотокартины о людях, о судьбах, о жизни. Была Джозайва Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Поселок Иркин-Шахар прошел школьный весенний бал, где приняли участие учащиеся образовательных учреждений Ногайского, Адагихабльского и Абазинского районов. Ребята окунулись в волшебную атмосферу XIX века. Яркие танцевальные номера, юные девушки в платьях в стиле барокко и веера, белые перчатки и бабочки. В таком неповторимом образе перестали прекрасные принцессы и статные кавалеры. На мероприятии присутствовали представители отделов образования районов, советники директоров по воспитанию школ и представители проекта «Навигаторы детства» в Карачаево-Черкесии. Организаторы мероприятия подчеркнули, что в первую очередь они прививают детям интерес к культуре и знакомят с танцевальным искусством XIX века. Я думаю, что эта замечательная история найдет свое продолжение в будущие годы. Дорогие ребята, я желаю вам смелых мечтаний. Я желаю вам успеха в учебе, потому что учеба – это фундамент успешной будущей жизни. Хочу поблагодарить наших советников, которые сегодня вместе с вами разделяют эти замечательные минуты праздника. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите первую серию фильма «Алла такси». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!